всем привет сегодня расскажу вам про наш старый проект построенный в шестнадцатом году это у нас классический мини трактор классический заднеприводный мини трактор решили вот подровнять землю за оградой значит трактор очень классный получился прям очень нравится нам на нем работать кататься вот подробный обзор еще на него не делал ну сейчас немножко расскажу начнем с двигателя двигателя у нас лифан 11 лошадиных сил с электро стартером скажу сразу что мощности двигателя более чем достаточно пахать конечно на нем не пахали там плуга были там фрезами не доделали еще поэтому как потянет земли не знаем но при чистке снега двигатель нагрузку не чувствует вообще даже вот сейчас уже чистим здесь землю ровняем конечно он потихонечку захватывает много не возьмет это вам небольшой факт чувствовать взять вот понемножечку видите гребет нагребает длину нагребая за счет того что внизу внизу ножа приваренные вот эти сегменты от косилок сельхозкосилок чернете их насобирали цели кучу по дешевке и они как расходный материал часто ломаются загибаются если ломая ломаются привариваем новые и вот этими ножами он очень хорошо вгрызается в грунт нож или в снег и потихонечку так вот загребает загребает вот нагрузка двигателя не чувствует вообще поэтому я думаю что даже девяти лошадиных сил для таких целей думаю вполне будет достаточно на ю тубе видели проекты там даже ставят шесть с половиной лошадиных сил ну мне кажется конечно лучше не ставить побольше 99 11 это оптимально на наш взгляд значит в основе трактора у нас лежит редуктор от старого советского мотоблока каскад на него есть еще такая пимпочка с переключением пониженной и повышенной передачи вал редуктора соединен с осями задних колес и получается что у нас задние колеса жестко блокированные то есть без возможности разблокирования в этом конечно и плюс и минус мы еще вот на них цепи отделе зимой с цепями замечательно просто работает трактор вот цепь кстати от мотоцикла но не от не ижевские цепи от каких-то импорт мотоциклов такие более прочные цепи ни разу кстати еще не рвались что зимой что летом трактор буксует прям в земле зарывается цепям хоть бы что так значит как у нас устроена трансмиссия у нас вот есть вал двигателя затем у нас идет промежуточный вал на подшипниках а затем идет входной вал редуктора и потом уже выходной вал редуктор на котором стоят колеса вот значит между валом двигателя и промежуточным валом у нас идет ременная передача там у нас изначально было 3 ремня соответственно передачи у нас переключались натяжением соответствующего ремня между двигателем и промежуточных валом то есть у нас передачи переключаются педалями, три педали для движения вперед то есть первая, вторая, третья передача значит максимальная скорость на третьей передаче то есть на редукторе включена повышенная и педаль третья это у нас получается максимальная передача и скорость составляет примерно 18 км в час значит когда мы прокатились по асфальту на такой скорости, стало понятно что это слишком большая скорость для такого трактора из-за того, что задние колеса жестко блокированные очень плохая управляемость на этой скорости может по грунту оно и нормально будет но все равно 18 км в час оно не нужно для транспортного положения 12-15 км в час более чем достаточно можно ехать довольно быстро но уже управляемость сохранится лучше так значит получается третью передачу мы а потом этот третий ремень мы убрали у нас остается только две передачи две педали две передачи два ремня между валом двигателя и промежуточным валом соответственно можно еще добавить две передачи каким образом переключая на редукторе эту пимпочку на пониженное и повышенное получается у нас есть две передачи на пониженной и плюс две передачи на повышенной то есть в сумме получается четыре передачи таким образом это сделано ну скажу что самая низкая скорость она первая передача на пониженной ее все равно недостаточно то есть если например ставить снего ротор на трактор то эта скорость все равно большеватая нужно будет как бы сцеплением играться так условно сцепление у нас нет сцепления у нас переключение все ремнем натяжением ремня нажали педаль едем отпустили педаль все стоим и соответственно как идет переключение передач на ходу можно переключаться только между двумя передачами нажали первую педаль едем на первой скорости то есть как бы тронулись сразу же бросаем первую педаль нажимаем вторую педаль и получается мы уже едем на второй скорости но если нам нужно переключить на редукторе эту пимпочку то соответственно нужно останавливаться остановились заранее выбрали пониженную либо повышенную передачу и все и опять у нас две педали есть вперед-назад вперед 1 пьет 2 перед задняя передача у нас реализована рычагом то есть это у нас уже идет ременная передача два ремня идут между промежуточным валом и входным валом редуктора и вот у нас вот здесь видно слева рычаг это есть рычаг переключения передачи вперед либо передачи назад как бы реверс такой сделан задняя скорость реализована за счет того что этот ремень у нас скручен восьмеркой и получается что вот мы рычаг переводим вперед это у нас получается задняя и поехали назад получается назад тоже у нас 4 передачи может быть реализовано потому что об 2 педали это две скорости и плюс пимпочка на редукторе повышенная пониженная и получать у нас как бы на тракторе на этом всем 4 передачи вперед и 4 передачи назад вот таким образом значит про заднюю скорость еще скажу есть некие проблемы с задней скоростью с попозже вам озвучим так что еще сказать тормоза пока не поставили ездим без тормозов ну то есть просто переключением едем вперед рычаг переводим за ты как бы включаем заднюю скорость этим таким образом приходится пока тормозить начнут тормоза нужно будет обязательно сделать так значит дальше что у нас идет здесь у нас передний мост сделан качающимся через крестовину но кстати вот на данный момент это крестовина уже рассыпалась она как бы работает но все болтается нужно быть ее переделать крестовина не выдерживает рулевое управление у нас сделано червячный редуктор рулевой от классики жигулей вот на что рама это у нас по в труба кстати размер сейчас не помню 40 на 40 вроде вроде бы 40 на 40 труба и кстати вот хотел сказать про вот эту крутилку на руль лентяйка такая на руль рекомендую прям поставить очень удобная вещь одной рукой можно спокойно рулем крутить и рулевое управление кстати очень очень легкая очень легкая очень просто легко крутить удобно трактор за счет короткой базы получился очень маневранный даже несмотря на то что задняя ось как бы жестко блокированные все равно на небольшой скорости он хорошо маневрирует по поводу значит ножа сделал нож у нас опускается с помощью рычагов сначала у нас был трос и мы тросом поднимали нож но у троса есть недостаток такой что нож нельзя придавить когда нужно грунт с грунт или снег срезать нужно придавить как бы нож а придавливать нечем поэтому пришлось переделать на рычагную систему и очень все это дело понравилось рычагом можно уже регулировать прижим ножа какой угодно к земле так значит теперь в чем у нас состоит проблема задней передачи проблема задней передачи в том что этот ремень который перевернут восьмеркой начал переворачиваться в шкиве соответственно сцепление ухудшалась он начинает греться начинает растягивается и все и но он буксует и не едет по сути вот задней передачного хватало на 15-20 минут работы даже зиму условия холода в чем проблема не понятно скорее всего проблема в том что у нас вот этот один из шкивов там одна из сторон клина неправильно проточена возможно и зазор и угол неправильный и размеры между поверхностями как это не выдержит правильный мы грешим на это потому что что мы бы не делали какой бы ремень мы нас мы не ставили этот и задний вот этот ремень на задней передаче переворачивается греется растягивается и все через 20 минут он назад уже не едет мы потом отказались от перевернутого ремня думали что в этом проблема поставили две прямозубые шестерни получается что направление вращения менялась на шестеренках а дальше также просто ремень передавал вращение на редуктор проблема не ушла проблема также осталась через 20 минут ремень опять переворачивался в шкиве опять грелся опять растягивался плюс ко всему шестеренки они издают вой потому что они прямозубые соответственно когда движешься назад они воют прям сильно когда нагрузка через них идет но не критично ездить можно все-таки неприятно и в итоге решили мы проблему задним ходом ходом самым простым способом как это давно реализовано на мотоблоках мы убрали третью передачу третий ремень и на освободившийся ручей поставили систему как на мотоблоге то есть там шкив сверху ремень набрасывает наш ролик набрасывает ремень на шкив сверху за счет этого меняется направление вращения и все вся проблема с задним ходом решилась никаких проблем нет на этом пока все много еще интересного об этом тракторе я вам расскажу в других видео сделаю более подробный обзор благодарю вас за просмотр ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы что непонятно все расскажем покажем ответим все всем пока так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...